Общее сведение. Перелом позвоночника у детей, повреждение костных структур позвонков, мягких тканей, межпозвоночных дисков, мышц, связок, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных образований, приводящие к нарушению опорной, двигательной, защитной, амортизационной, балансировочной функции позвоночника. За последние десятилетия статистический показатель переломов позвоночника у детей повысился с 1-2% до 8%. Специалисты в области детской травматологии связывают это с возросшей активностью детей и подростков увеличением количества дорожно-транспортных происшествий, а также совершенствованием методов диагностики. Преимущественный возраст пострадавших детей 10-15 лет. Переломы позвоночника у детей часто сочетаются с ЧМТ, переломами костей, конечностей и таза, повреждениями грудной клетки. Другой позвоночной спинно-мозговой травмой, частичными полными вывихами позвонков. Несвоевременное или неправильное лечение переломов позвоночника может привести к инвалидности детей, перенесших травму вследствие кифосколиоза, асептического некроза позвонков и других осложнений. Перелом позвоночника у детей. Причина перелома позвоночника у детей. В большинстве случаев к перелому позвоночника у ребенка приводит падение с высоты качелей, дерева, крыши и так далее, ныряние. Падение на спину во время прыжков или бега, форсированное сгибание позвоночника при кувырках или борьбе, обрушивание тяжести на надплечи или голову, ДТВ. При этом вследствие резкого защитного сокращения мышц сгибателей спины создается значительная нагрузка на передний отдел позвоночника, превышающая предел физиологической сгибаемости и приводящая к кленовидной компрессии. В случае падения вниз головой страдает шейный верхний грудной отдел позвоночника при приземлении на спину, ноги или игодицы, нижнегрудные и поясничные позвонки. К перелому позвоночника у детей также может привести ювенильный остеопороз, остеомелит или поражение тел позвонков метастазами. Опухоли, в этом случае перелом может случиться при минимальной внешней нагрузке. Родовые травмы позвоночника, переломы, вывихи, отрывы части позвонков, кровоизлияние в межпозвонковые диски и дыры. Могут возникать в передах в тазовом предлежании, тракции, заголовку, использование акушерских щипцов или вакуум-экстрактора. При извлечении плода в ходе операции кесарево сечения. Классификация перелома позвоночника у детей. По характеру травмы у детей различают переломы тел позвонков компрессионные, раздробленные, оскольчатые, изолированные переломы. Дужек поперечных, осистых и суставных отростков позвонков. Наиболее частым видом травмы позвоночника в детском возрасте являются компрессионные клиновидные переломы тел позвонков. Механизм травмы связан с резким сгибанием туловища ребенка вперед, с давлением компрессии и сплющиванием губчатой ткани и тела позвонка. В результате чего позвонок принимает форму клина с вершиной, обращенной к опериде. Степень компрессии определяется величиной и приложенной силы, скоростью ее воздействия, условиями защиты в момент получения травмы. Исходным состоянием губчатой ткани и тела позвонка. В зависимости от выраженности деформации позвонков компрессионный перелом позвоночника у детей может иметь три степени. При одной степени высота тела позвонка уменьшается менее чем на одну третью, при двух степени на одну вторую, при трех степени определяется деформация тела позвонка более чем на 50%. Как правило, переломы позвоночника одной степени у детей являются стабильными, два и три степени нестабильными, т. е. сопровождаются патологической подвижностью позвонков. Кроме этого у детей могут встречаться неосложненные, без повреждения спинного мозга и осложненные, с повреждением спинного мозга переломы позвоночника. Осложненный характер травмы чаще всего наблюдается при оскольчатом переломе позвонка, когда он раскалывается на несколько частей. По локализации различают перелом шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника у детей. Чаще всего переломы позвоночника у детей локализуются в среднем грудном отделе. При этом могут иметь место единичные или множественные переломы позвонков. Симптомы перелома позвоночника у детей При переломе шейного отдела позвоночника у детей возникает локальная боль в области перелома, вынужденный наклон головы, напряжение мышц шеи, Ограничение и болезненность наклона и вращательных движений головы У детей с переломом грудного отдела позвоночника отмечается посттравматическая апноэ, кратковременная задержка или затруднение дыхания в момент получения травмы Местные симптомы характеризуются локальной болезненностью, усиливающейся при движениях и при пальпации позвонков, ограничением подвижности позвоночника различной степени Для переломов в нижнегрудном и поясничном отделе позвоночника у детей типично напряжение передней брюшной стенки, опоясывающее Боли в животе, ложный перитонит При осмотре места перелома определяется локальный отек, припухлость и кровоподтек мягких тканей, сглаженность физиологических изгибов Деформация того или иного отдела позвоночника, симптом вожжей, напряжение паравертибральных мышц, крепитация отломков Попытки сгибания головы и туловища, поднимания нижней конечности вызывают боль в области травмированных позвонков При осложненных переломах позвоночника у детей, в случае сдавления спинного мозга и развития компрессионными ей лопатей, может Наступить тетропроплегия или порез, расстройство функций тазовых органов, дефекации, мочи и спускания Типичные симптомы раздражения, боли в костях, парэстезии, а не менее, ощущение ползания мурашек, сжение или холода и выпадение, а рефлексия Гипотония или гипотрофия мышц Нейротрофические расстройства сопровождаются возникновением пролежней Отдаленным последствием перелома может служить сегментарная нестабильность позвоночника у ребенка, проявляющейся трудностями и болью При выполнении обычных движений, развитием посттравматического остеохондроза, межпозвоночной грыжи Вследствие перелома грудного отдела позвоночника у детей может сформироваться патологический грудной кифоз, горб или кифосколиус Приводящий к деформации грудной клетки, нарушению функций легких и сердца Диагностика перелома позвоночника у детей Перелом позвоночника у детей диагностируется детским травматологом с учетом анамнеза и обстоятельств травмы, данных осмотра и инструментального подтверждения В первую очередь пострадавшему ребенку выполняется рентгенография позвоночника, где на боковых спандилограммах определяется снижение высоты тела поврежденного позвонка различной степени Для уточнения диагноза перелома позвоночника у детей могут использоваться дополнительные методы КТ или МРТ позвоночника Сцинтиграфия и электромиография В дифференциально-диагностическом плане важно отличать перелом позвоночника у детей от врожденных клиновидных позвонков юношеского Апофизита и некоторых других аномалий развития позвоночника Для выявления сопутствующих травм пострадавшему ребенку могут быть необходимы консультации детского невролога и нейрохирурга Таракального хирурга и общего хирурга Выполнение рентгенографии черепа органов грудной клетки и брюшной полости Рентгеновской денситометрии Узии органов брюшной полости ДРЭ Исследований Лечение перелома позвоночника у детей Первая помощь детям с возможным переломом позвоночника на догоспитальном этапе состоит в адекватном обезболивании, фиксации поврежденного Участка тела и срочной транспортировки в больницу в горизонтальном положении на ровной жесткой поверхности Лечение неосложненных переломов позвоночника у детей проводится функциональным методом Он включает раннюю и полную разгрузку переднего отдела позвоночника, предупреждающую дальнейшую деформацию позвонков из давления спинного мозга Это достигается путем вытяжения за подмышечной ямки на кольцах к дельбе или за голову с помощью петли глиссона Одновременно осуществляется реклинация тел позвонков, для чего под область шейного и поясничного лордозов подкладываются небольшие Валики или мешочки с песком Основу функционального метода лечения переломов позвоночника у детей составляет ЛФК, который сначала проводится в положении лежа А затем сосевой нагрузкой на позвоночник С первых дней после перелома позвоночника детям назначаются дыхательные упражнения Массаж конечностей, физиотерапевтическое лечение Электрофорез, диодиномотерапия, УВЧ, УФО, азаки, ритовые и парафиновые аппликации и ДРЭ Закрывающая круглая скобка Перевод ребенка в вертикальное положение Вертикализация осуществляется в специальном реклинирующем корсете Сроки ограничения двигательного режима Ношения корсета и занятия ЛФК Индивидуальны в каждом случае и диктуются тяжестью травмы Данными контрольной рентгенографии В среднем дозированная ходьба разрешается через 2 месяца А сидение – через 4 месяца после перелома шейного или грудного отдела позвоночника У детей при переломе поясничного отдела через 4 и 8 месяцев соответственно При осложненных переломах позвоночника у детей может потребоваться проведение хирургического лечения Через кожной вертибропластики Кифопластики, фиксации позвоночника, декомпрессии нервных структур и т.д. После операции также проводится ЛФК Массаж мышц спины и ФТЛ Продолжение следует...